Парий матч Жанепро Хоккей Лигаса Женеске Котталган Которую забросил Михаил Кулы Именно его подставление здесь арбитры зафиксировали как победное касание шайбы Дальше Иртыш получает право на большинство И вообще стоит сказать, что игра алматинцев сломалась в первом периоде Из-за большого количества удалений Целых 10 минут штрафа подопечные Андрея Спиридонова схлопотали в первые 20 минут этой игры Но и естественно такое количество не могло не перерасти в качество И повладарцы реализовали свой момент Стас Петросян убегает и забрасывает свою первую шайбу в этой встрече Лишний угол ворот бросит И так вот шот стал 2-0 Однако еще до ухода на перерыв алматинцы сумели не просто отыграть одну, а сравнять цифры на табло Началось все вот здесь С ошибки повладарцев в собственной зоне Переклад, передача, все по классике Но и Никита Баженов, автор этого гола Вот здесь еще раз мы смотрим за этим эпизодом И капитан алматинцев забрасывает шайбу в данном игровом эпизоде Далее момент уже у Иртыша И вот здесь такой пограничный эпизод Стас Петросян требовал здесь удаления Но и тут немножко успели и потолкаться И уже за 2 секунды до конца периода До конца периода за номером 1 Убежал Макар Ваулин на свидание с голкипером И Денис Путинчук был вынужден нарушать правила И за 2 секунды до конца периода Сергей Твердоклебов реализует штрафной бросок И делает счет равным 2-2 Далее во втором периоде Во втором периоде началась довольно равная игра И алматинцы получают свое право на большинство Но реализовать его не сумели гости из южной столицы Зато вот у Иртыша вот такой вот потрясающий шанс был Для того, чтобы выйти вперед Но вышли вперед они немножко позже Когда Игорь Ищенко свою первую шайбу в составе Павлодарского клуба забросил Эффектно переиграл защитника И вот так вот заползла шайба буквально в ворота Николаса Вилардо И счет стал 3-2 в пульсе Хозяев площадки Далее преимущество Иртыша только нарастало Хотели хозяева увеличить свой отрыв от соперника Но уже ближе к концу периода алматинцы Алматинцы получали свои шансы Вот эпизод с участием Степана Штефана Штефан, конечно, мог здесь отличиться Ничуенко выручил в пасовую команду И вообще игру Вячеслава надо по сегодняшней игре отметить Великолепно действовал страж ворот команды Иртыш Ну а вот тут, да, неприятный эпизод Шайба попадает в голову Станислава Филипенко Но все в порядке И Станислав продолжил эту встречу Ну и вот здесь Сайхо в одиночку попытался создать остроту У ворот хозяев и неплохо он попытался Но реализовать свой момент не получилось В конечном итоге штурм ворот уже ближе к концовке Вот алматинцев снимают вратаря Андрей Спиридонов берет тайм-аут Тоже все по классике Ну и завершается эта история тем, что Стас Петросян убежал И так пограничный эпизод прям в самом-самом конце этой игры Поражает пустые ворота команды Алматы И делает счет уже окончательным 4-2 в пользу повладарцев Иртыш одерживает свою пятую победу подряд И готовится к противостоянию против команды Хумо Ну а алматинцы отправляются в столицу Где две игры сыграются снежными барсами Статистика этого матча 32 на 24 по броскам 26-31 точка вбрасывания в пользу алматинцев Равенство по голам в большинстве 1-1 Штрафные минуты 12-35 Вот такая вот история Вот такая вот игра Ну что ж, на этом мы будем прощаться Заканчиваем нашу трансляцию Благодарим всех вас за внимание Коллег за работу Спасибо